Ты знаешь, что это! Легендарная техника, разнообразные режимы и уникальные машины. Сотни вариантов сделать свой танк ещё круче. Увлекательные истории и ценные награды. Миллионы игроков. Ты точно знаешь, что это! Это Блиц. Переходи по ссылке в описании, скачивай танк с Блиц и отправляй в ангар противников. Вторая мировая война стала не только крупнейшим военным конфликтом, но ещё и крупнейшим разведывательным. Разведка, контрразведка и шпионаж сыграли решающую роль в завершении конфликта, таким, каким он остался в истории. Малейшие проколы разведок могли привести к совсем другому результату, изменив мир до неузнаваемости. О таких возможных проколах мы и поговорим в ближайшие пару минут, разобрав рассекреченные операции Второй мировой. А от вас в комментариях по традиции ждём предложений о темах для следующих выпусков. В этом нашей первой остановкой станет операция «Длинный прыжок». На дворе середина октября 1943-го. Германия не взяла Москву, проиграла Сталинград и потерпела поражение в Курской битве. Она считается ключевой для Второй мировой с точки зрения наступательного потенциала вермахта. Летом 1943-го Красная армия окончательно перехватила инициативу в войне, отобрав у Германии возможность наступать. Именно поэтому руководители держав союзниц начали задумываться о встрече в конце года для обсуждения деталей разгрома Гитлера. Была запланирована Тегеранская конференция – первая за годы Второй мировой встреча Большой тройки США, Британии и СССР. Датой назначили 28 ноября и договорились финализировать решение открытия Второго фронта, польского вопроса и послевоенного устройства мира. У Германии, не способной решать вопросы на поле боя, остался лишь один вариант – шпионская операция и ликвидация мировых лидеров во время Тегеранской конференции. Так родилась операция «Длинный прыжок», одобренная лично Гитлером. В октябре 43-го немецкая разведка перехватила американские переговоры, узнав время и место встречи трех глав государств. Отто Скорцени, один из лучших диверсантов Третьего рейха, был назначен руководителем миссии. В активе у Отто была успешная операция «Дуб» по освобождению Бенита Муссолини из плена союзников. Человек он был серьезный, и за операцию «Длинный прыжок» взялся основательно. Подготовив сразу несколько планов, самые дерзкие из которых подразумевал даже похищение Сталина, Черчилля и Рузвельта и доставку их в Германию невредимыми, главы государств само собой приняли все возможные меры безопасности. Сталин летел в Тегеран под прикрытием 27 истребителей. Рузвельт вообще выделил себе целый линкор «Айова» с сопровождением, но немцы это предвидели. Их план предусматривал высадку нескольких десантных групп прямо во время конференции, которые высаживались с парашютами на месте молниеносно, захватывали лидеров и также быстро исчезали. Схожий трюк был провернут с Муссолини, и шансы на успех оценивались высоко. По крайней мере, в случае проблем диверсанты лидеров просто ликвидировали и получали посмертные звания героев. К сожалению для Германии советская разведка сыграла на опережение. Николай Кузнецов, Геворг Вартанян и Иван Агаянц сначала перехватили данные о начале операции, затем выследили первую группу диверсантов, подключили британскую разведку и установили все контакты Германии в Тегеране. Операция была отменена, а сам Отто Скорцени в 1964 году подтвердил достоверность пересказанной СССР и Британии истории. Тяжело даже предположить эффект, который подобная операция оказала бы на ход войны. Политический хаос и проблемы с центральным командованием открыли бы перед Германией невероятные возможности на поле боя, но, к счастью, не срослось. Следующая операция, успех которой мог перевернуть Вторую мировую, это операция Лила. Дело было чуть раньше, в ноябре 1942-го. Все вертелось вокруг Франции и ее флота. Франция, как известно, в 1940-м перед Германией капитулировала и была поделена на две части. Одна находилась в прямой оккупации, а вторая управлялась режимом Виши. На бумаге он был независимым и нейтральным, но в реальности, разумеется, делал все, что прикажут в Германии. Сейчас об этом многие забывают, но даже в 1942-м Франция обладала огромным количеством техники. Гитлер победил страну не чистой силой, а военной хитростью. Соперником Франция была могучим, и после ее падения танков, кораблей и самолетов бесхозными осталось столько, что союзники хватались за сердце, представляя, что будет, если Гитлер получит к ним доступ. Флот страны, к примеру, был четвертым по мощи в мире. К счастью, техника в реальном мире работает не как в компьютерных играх. Германия не могла просто взять и конфисковать сотни кораблей. Ими некому было управлять, некому чинить, да и полномасштабной партизанской войны не хотелось. Вот и договорились немцы с французами и режимом Виши о том, что флот Франции будет разоружен и оставлен в портах. А на заднем плане Германия начала подготовку к использованию бесхозных кораблей. Что привело к решительному ответу союзников. В 1940-м Британия провела операцию «Катапульта», уничтожив часть французских кораблей. Что примечательно вместе с экипажами. В Африке Британия пыталась захватить французские колонии, но потерпела неудачу. Статус-кво хрупко держался два года, но в 1942-м обе стороны были вынуждены что-то решать. Шарль де Голь, руководитель французского сопротивления, призывал моряков с боем прорываться в Алжир и присоединяться к союзникам в битве против Германии. Немцы, в свою очередь, поднакопили силенок и решились на операцию «Лила». Ее целью был захват французских кораблей и одной из крупнейших гаваней «Тулон». 7-я танковая дивизия вермахта должна была прорваться в город, забрать все здания порта и вынудить французских моряков сложить оружие. Началось все 27 ноября 1942-го и для французов в «Тулоне» ситуация стала неожиданностью. Марионеточное правительство Вишини решалось дать приказ на отвод кораблей в Алжир, хотя публично и заявляло о независимости от Германии. В итоге за два часа операции «Лила» немцы заняли гавань, перехватив контроль над коммуникациями. Перед адмиралом Лабордом встал тяжелый выбор. Время на побег из порта было упущено, Германия успела забросать все выходы минами. Но гордость француза взяла свое, и он отдал приказ на затопление. В общей сложности французы потопили 77 кораблей. Среди них три мощнейших линейных корабля, авианосец, семь крейсеров, шестнадцать эсминцев и семь подводных лодок. Каким-то чудом четыре субмарины и один корабль таки смогли сбежать в Алжир и Испанию. И немцы вместо сотни суден захватили лишь четыре подлодки и три эсминца. Да, большую часть кораблей в итоге подняли со дна гавани и пустили на металл. Да, Тулон был захвачен. Но главную цель операции немцы провалили. И кто знает, как изменилась бы Вторая мировая, получи Гитлер львиную долю второго по силе в Европе флота. Можно смело сказать, что именно этих кораблей не хватило для успешного завершения операции Икар. Она связана с Исландией, которая во Второй мировой сыграла определяющую роль. Крошечное государство с невероятной природой сейчас является одним из самых спокойных уголков планеты. Но тогда это был жизненно необходимый перевалочный пункт. Взглянув на карту, станет ясно, что Исландия – идеальное место для перевалочного пункта между Европой и Америкой. А с точки зрения Германии, это идеальное место для создания военной базы, которая даже с ограниченным контингентом будет сковывать сообщения между США и Британией и кошмарить грузовые конвои. Этим немцы и так занимались на протяжении всей Второй мировой. А с базой в Исландии дело шло бы гораздо продуктивнее. Вот и родилась к 1940 году операция Икар по оккупации страны, на успешное выполнение которой банально не хватило ресурсов кораблей и подводных лодок. В итоге Исландию успела захватить Британия, а затем с помощью США сделала страну собственной военной базой, облегчив для конвоя в задачу перевозки товаров из Америки. Британия стала главным получателем Ленд-Лиза. И кто знает, как повлияло бы на страну отрубания торгового пути с большим братом. Исландия была ключом к операции «Морской лев» по высадке немецкого десанта на остров и захвата Британии. С потери острова «Морской лев» тоже пропал с радаров. И опять же, кто знает, как бы все повернулось, сдай Франция свой флот на милость Гитлера. Еще одна критически важная для сохранения истории операция была связана с ядерным оружием. Не секрет, что во время Второй мировой все страны вступили в гонку за обладание самой мощной бомбой планеты. В наших роликах вы не раз могли услышать о том, что Германия безнадежно отставала и изначально выбрала неверный путь. Это так, но есть одно «но». Безнадежное отставание немцев – это следствие успеха операции «Ганнерсайт». Для проекта по производству ядерного оружия Германии требовалась тяжелая вода, так называют оксид Дейтерия, и производить подобную воду тяжеловато. Немцам повезло, ведь в захваченной Норвегии был завод «Веморк». Британцы перед захватом страны все запасы тяжелой воды вывести успели. Однако завод легко мог продолжать производство, чем немцы и занялись. В свою очередь, Британия провернула сразу несколько операций по уничтожению «Веморка». Первая операция «Тетерев» успешно перебросила в Норвегию четырех агентов. Вторая операция «Незнакомец» стала провалом. Диверсионная группа, которая должна была присоединиться к агентам, из-за плохой погоды разбилась. Погибли почти все, а тех, кто выжил, захватили немцы и позже расстреляли. Для третьей операции «Ганнерсайт» вербовали исключительно норвежцев. Их тренировали в Шотландии, и на этот раз 16 февраля 43-го забросили подальше, аж на 50 километров от фабрики. Пробираясь в тяжелейших условиях тундры, ребята оставили часть припасов и, наконец, воссоединились с диверсантами, заброшенными еще операцией «Тетерев». Ситуация была печальной. Участники рейда страдали от голода, болели и выживали в тяжелейших условиях. Несмотря на это, установка для производства тяжелой воды все же была подорвана. Диверсантам, наконец, повезло. И из-за толстых стен завода взрыв даже никто не услышал, что позволило группе без потерь выбраться и добраться до Швеции. На месте остался лишь командир группы Хаукелит и три командос, которые, несмотря на постоянные рейды немцев, рапортовали о процессе восстановления завода. Благодаря их данным, в ноябре 1943-го Веморг еще и забросали бомбами с воздуха, а в 1944-м Хаукелит провернул операцию жизни. Прокравшись на паром, который должен был увезти остатки тяжелой воды в Германию, и взорвав его. Офицер успешно вернулся в Англию и после войны был не раз награжден различными странами. Кто знает, чего достигла бы немецкая ядерная программа без подобных диверсий. И кто знает, чем вообще закончилась бы Вторая мировая, если хотя бы часть операций, о которых мы рассказывали, закончилась иначе. А есть ли у вас идеи о выпусках для рубрики «Что если?»? Оставляйте их в комментариях. Ну, а у нас пока все. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok